Здарова-здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новикую серию по GTA 5 RP, играю как всегда на первом сервере под названием Даунтаун, и ребят, я думаю, что вы прекрасно запомнили ту самую серию, которая выходила, ну так, где-то недельки-полторы назад, когда я проводил эксперимент, помните, пытался вообще понять, будет ли как-то действовать кто-то из игроков, если увидит, что кто-то стоит на краю моста готов... Блядь! Вы видели эту хрень? Вы видели эту хрень? Как вовремя это заметил? Я вам скажу честно, пацаны, что я сейчас планировал сделать, это тоже... Блядь, пизда, мне кажется, мне кажется, мне пизда, я вам клянусь, что сейчас происходит незапланированная хуйня, типа я никого там ничего не подговаривал, я просто реально сейчас хорошо, что увидел Я просто вышел из своего дома, только зашел на сервер, взял тачку и, как бы, решил рассказать предысторию, я сегодня собирался звонить Вилару, помните, тому самому, который, в общем-то, это самое, когда я проводил эксперимент Он единственный, кто остановился на своем мотоцикле, и, в общем-то, я завел себе нового друга, и после этого, как бы, хоть... Блядь! Хуёвая тема! Похуй, еду обратно Они же не будут на ходу по мне стрелять? Блядь, это то, о чем я думаю, нет? Не, они точно меня выцеливали так-то, бля, в пизду, не, они поедут туда, раз они за мной не едут, или они все-таки едут за мной? Не, наверное, они бы уже догнали меня Короче, бля, пацаны, вот эти сейчас чуваки на камере, я хуй знаю, что это было, но, походу, они хотели меня грабануть, и не знаю, как бы, насколько они имели право это делать именно вот там вот Но они были втроем и с пушками, нацеленные на меня, как бы, что там произошло бы, я хуй знаю, поэтому я думаю, что я правильно сделал, что уехал и съебался просто практически в Рецию Так вот, друзья, ладно, продолжаем, я просто до локшонщик не запланированно начинается, но, судя по всему, нет Не знаю, что за пацаны на камере там были Короче, ребят, я предлагаю сегодня, как раз-таки, многим зашла эта серия, и вы не поверите, насколько зашла она мне, потому что это была реально импровизация Я, как бы, чувака первый раз тогда увидел, и, как бы, реально произошло такое знакомство Он реально оказался максимально угарным во всех планах, и вот игровках различных, и вообще то, что он там говорил, о чем мы с ним общались Поэтому, ребят, мне кажется, что самое время, бля, я очень надеюсь, что он, как бы, сейчас в сети, в игре Бля, он все-таки может съебаться куда-то, мне что-то напрягает Потому что они, судя по всему, когда увидели, что я съебываюсь, они сели в тачку и поехали куда-то в эти края Может быть, они просто не доехали, поэтому, пожалуй, чуть-чуть хотя бы поменяю свой маршрут Вот, мальца, совсем чуть-чуть, ну, чтобы, как бы, уж наверняка они меня как-то не запалили Реально стрёмная хуйня, потому что еще не хватало, чтобы меня сейчас ограбили И это еще мало того, что если ограбят, это еще хорошо закончится Ребят, я не знаю, честно, он в сети или нет, я не проверял Мне кажется, что, как обычно, нет Конечно же, мне не повезет Блядь Вилар-спаситель, а? Ну, почему ты не в сети? Блин, я так рассчитывал, что мы сейчас с ним что-нибудь затусим, вместе придумаем Так, пацаны, ладно, короче Сейчас, я не знаю, что предпринять в таком случае Просто, как бы, ну, наверное, он все-таки вечерком играет И, правда, не знаю, с чего я это взял Сейчас просто время час дня И, как бы, наверное, я все-таки дождусь его Потому что, ребят, нам нужно с ним снова встретиться Снова с ним пообщаться и затусить Потому что чувак реально угарный максимально И, как бы, мне кажется, что С ним я точно найду приключение на жопу Просто буквально за пару минут Поэтому, ребят, встретимся чуть позже, когда мне удастся выцепить Вилара Потому что у меня из контактов, естественно, только его номер в игре Как бы, пока что Ну, по крайней мере, сейчас Вот, и, как бы, другим образом никаким Кроме как дозваниваться и ждать, пока он появится в онлайне Вариантов у меня нет Поэтому, ребят, переносимся либо в следующий день Либо чуть позже Я, в общем-то, буду реально пытаться до него дозвониться И выловить его Как бы, собственно Ну, вы поняли Поэтому, ребят, ну, заранее всем приятного аппетита, кто кушает Всем приятного просмотра И я надеюсь на ваш лайк Заранее спасибо Ну что, друзья У меня есть лишь печальные новости Дело в том, что уже начались третьи сутки И мои поиски весельчака по имени Вилар Пока что ничем не увенчались Я, к сожалению, не обменялся с ним никакими контактами Кроме как в игре телефоном Да, то есть у меня другой возможности Я даже не знаю, что можно еще предпринять Для того, чтобы его как-то словить Потому что единственное, что у меня есть Это номер телефона его в игре И, соответственно, я не буду, конечно, говорить Что я 24 часа на 7 сидел и прозванивал Но раз это к 6 я заходил в игру В разное время специально То есть чуть позже днем Потом ближе к вечеру Ночью той Потом, ну, там не с утра Получилось, опять же, ближе к дню Опять же вечером И вот сейчас опять наступила ночь Ну, где-то 5 сейчас Сейчас 6, наверное, раз Ну, короче, друзья Вот, чтобы вы понимали Ситуация следующая Вилар спаситель И в очередной раз Абонент не абонент Неправильно набран номер Мне печально Мне печально, потому что я рассчитывал Что если я буду вот как-то Ну, заходить и пытаться его выловить Да, прозвоном каким-то В какой-то момент я словлю его в игре Но пока что, друзья Результаты, к сожалению, такие Естественно, я Моя надежда Меня не покидает И мы будем пробовать Друзья, ставьте лайк Кто хочет, чтобы Вилар нашелся Потому что Чувак реально ржачный И хочется с ним какой-то движняк Еще помутить Но, ребят, я решил, что Раз уж Ну, вот не ищется он пока Я Поспоминаю свои старые контакты И, знаете, у меня тут есть Альберто Савиньо Альберт Савиньо Это мое первое знакомство Помните, да, когда чувак мне подарил Этот самый Эпикадор Кстати, кто-то потом писал, что Его то ли забанили То ли еще что-то случилось Дальше у меня есть Дэнни Романо Которому, скорее всего, сейчас Я и буду звонить Потому что, друзья Именно с ним Началась моя, так скажем Преступная деятельность В GTA 5 И после расформировки Мясников Мы с ним, собственно Немножко потеряли контакт Поэтому попытка-непытка Будет ему набрать И еще есть Богдан-врач Который меня спас И, кстати Я зашел на почту И увидел от него сообщение Сейчас я вам его покажу Он мне писал Здорово, Санек Думаю, что помнишь меня У меня для тебя есть маленький подарок Тебе надо приодеться И выглядеть как мачо Поэтому пиши мне Когда будешь в штате встретимся Ну, ребят В принципе, как вариант Мы можем набрать ему Попробовать Ну, опять же Попытка Ну, понятно То есть, понимаете Да, насколько сложно Ну и, друзья Ладно, давайте напоследок На всякий случай Я наберу Все-таки хочется вспомнить Своих старых друзей Дэнни Романа Собственно, тот самый чувак Который С которым у нас началась Ну, я думаю Все помнят Как я вступал в Мясники Наши просто Безумные РПшки Которые происходили Но, тем не менее Попробовать О Так Подождите Это уже интересно Алло Здорово О, здорово, здорово Не забыл меня? Вас не слышно Алло Алло Блин Что такое? Со связью какая-то херня Подождите Давайте я микрофон перезагружу Я просто как бы Когда по телефону Меня не слышно Я такому еще не был готов Так, настройки Перезапустить Так, сейчас еще разок Блин Подождите Меня уже радует Что он в сети Сейчас Алло Да, слышу Алло, слышно? Слышно Алло Алло Слышно? 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 Привет, привет, дорогой Здорово, брат Че, как ты там? Меня помнишь еще? Да, конечно помню Ты как рассказывал Слушай, да у меня тут Такие приключения были Я тут сам чуть не выпилился Из этой жизни, блин Да чего ты так? Да, че-то весь... Давай, срежимся Я тебя заберу Давай, давай Ну, давай, давай, давай Попиздим Ты где? Я около казино Сейчас подъеду На красную машину Давай, жду Давай Бля Так, какой ты движняк Все, начинается Надо Дэнни, Дэнни, Романа Сейчас узнаем, че он как Че тогда Пока на паузу, наверное Раз он сам сюда подъедет Пацаны, уходим на паузу Бля Хэштег Вилар найдись Просто, ребят Давайте, вот просто Я не знаю реально, как его найти Просто Я вспоминал каждый факт Который он говорил Даже переслушивал Но кроме того, что он сказал Что он едет на набор То есть, вполне возможно Он в армии Но опять же, с другой стороны Его же тупо в игре не появлялось Ну, скорее всего Появлялся он в игре Просто И мне не удалось его словить Бля Было бы прикольно Ну, хотя ладно Уже все Дэнни Я все-таки, знаете Я вот каждый раз надеюсь Что все-таки сейчас Идет вызов Появится И Ладно, до Дэнни дозвонились Поэтому давайте дождемся его Мы, получается, с ним в игре Уже не виделись Ну, сколько? Уже месяц, наверное, да Прошел после того, как вот Расформировка этих самых Мясников произошла Я, собственно, тоже Их, получается, покинул И он, я думаю, что тоже Поэтому будет интересно Узнать, чем он приедет Сейчас такой Приезжает Мент просто, блядь Такой колб, блядь Дэнни Романа Ладно, пацаны Ждем на красной машине И как только он подъедет Будем продолжать Узнаем, че, как Че, как Кого Почему Ждем Ниху... Это он? Что? Ну, и какие люди Опа, опа Ну, нифига себе Здорово Здорово Так, а че у него Подожди, предложение Пожать руку Слушай, ну ты прям Изменился Поднялся я свое Нихуя себе у тебя Точило, блядь Ну, а как еще? Ну, давай Рассказывай Че ты Садись, давай Прикатимся Я как раз расскажу Ща, ща, ща Тачку закрою Нихуя, блядь У него уже не было, по-моему Такой тачки-то, да? Он же вроде это самое Он же На каком-то В ведре тоже А, у него 45 же была Точно У него на ведре, в принципе Катался Слушай, ну да Тоже бабло, как бы Видишь, появилось Ну я, конечно, не как-то Его на Оракул купил себе Ну, блин Ну, рассказывай Рассказывай Мне интересно Че вы за 100 лет не видели Устроился работать В русское посольство Как раз сейчас Я хочу с кое-какими людьми Познакомить Русское посольство Русское посольство? Ого Ну, я знаю У вас вот эти языки Всякие вот эти вот Когда у меня Тогда тоже Мясняки Мясняки Блин, ага Потом оказалось Ну, запомни Это уже не тот уровень То, что было А русское посольство Это типа Че, какая-то Типа мафия Или что Что это такое Слушай, ну ты меня Прям заинтриговал Заинтриговал Че там Ребята-то Остались Те же С тобой, да? У меня же Себе Та да В dona Ааааааааааа Ладно, это уже интересно, русское посольство, это русское, что это подразумевается, я не знаю, типа какая-то организация реальная, или что это, куда мы едем, подожди, я пытаюсь сейчас понять. Ты чё как? Слушай, короче, вот как раз к тебе хотел, у тебя там связи, не связи, может есть, короче, чувачок один есть, зовут его Вилар Швец, может, слыхал о таком? Не слыхал, но, я тесно. Слушай, вот я его ищу уже, блин, неделю, не знаю, куда-то пропал, у меня только его номер есть, не знаю, может как-то пробить, там корешей своих попросишь, я не знаю. Без проблем. Ну, это нормальная тема. У вас чё, прямо в аэропорту что-то тут? С тобой хотят определенно билдить в аэропорту. А-а-а, о-о-о, ебать! Нормально! Так, подождите! Ну, тут серьёзно, серьёзно, серьёзный уровень. Чисто в аэропор забрали, а там тачки, то что стоят, они типа там всегда стоят, или чё-то, чё происходит-то? Что-то, сам не знаю, куда ехать? О, там, смотри, там, ебать! Елики, хуелики! Самолёт час! Это чё за хуйня! Чё за... Еба! Ого, у вас тут как всё серьёзно. Прикинь, сейчас мне как это, блядь. Здарова, бандиты! Где мы выиграли? Какой вас зовут? Меня зовут Александр. Меня зовут Жиро Роман. Очень приятно. Мне тоже. А давайте рассказывать тогда о себе пока что-то. У нас сейчас немножечко там с пилотом маленькие проблемы. Сейчас он немножечко придёт в себя, то есть, заведёт, проверит самолёт. И тогда уже немножечко пролетимся по нашему штату. Мне вот доложили о вас, то есть, чем вы занимаетесь в этом штате и так далее. И уже, наверное, не последний человек в этом штате. Вот хотелось бы с вами, то есть, некоторые вопросы обсудить. Так, хорошо, хорошо. Ну, о себе. О себе. Значит, я вполне серьёзный, уже немолодой человек. Занимался в прошлом... Да чем я только не занимался? Всегда вот, так сказать, за своих, да, то есть, порву... Порву любого, если кто обидит своего. Вот Дэнни, свидетель, и знает уже, несколько историй происходило. Подтвердит, подтвердит, так сказать. Вот. Готов взяться за любую ответственную работу. Не подведу. Даже не знаю, что ещё сказать. Могу быть серьёзный, могу быть несерьёзный, а могу и пулю всадить в жопу, как говорится. Ну и в голову тоже, в принципе. Я вас понял. Так, сейчас секундочку, у нас вы походу самолёт уже готов. Ага. Ха-ха-ха, блядь. А, сука. Блядь, я такой, здоровый бандиты. Чё, день добрый, блядь. Вечер добрый, чё-то сказал. Я, блядь, чё-то, блядь, чё-то, блядь. Чё, блядь, чё-то, ребята, ну что там, чат-то не из пилота. Ебаный в рот. А, фух, ничего там не было. Я так чат-то скрыл, блядь, балли, у меня там чё-то. Пишут в этот. Да, серьёзно, серьёзно, у вас тут, я смотрю. Так, всё, в общем, у нас решилась проблема с пилотом. Давайте пройдём тогда на борт нашего прекрасного самолёта. О, какой у вас интересный молодой человек, радуется всему. Я очень радостный. Весёлый по жизни, так сказать, да? Да, да, да. Так, сейчас там я присяду. Блядь, внутри-то можно я от первого лица, нет? О. Не против, да, если я здесь расположусь? Да, конечно. Хуясь можно, блядь, от частного самолёта ещё похуярим куда-то, блядь. Так, ну что ж, тогда давайте сейчас сразу же с бокальчиком вина, наверное, начнём или с шампанского. Чего теперь почитаете? Да можно покрепче, водочку можно вот с радостью. Водочку, так сразу на ночь, да, потом и уснуть, да? Ну, знаете, конечно, водочку это бы, конечно, хотелось, но у нас всё-таки, понимаете, мы деловые люди. У нас есть некоторые, то есть, работа, которая сейчас у нас найдёт. Вообще, грубо говоря, работаем 24 на 7. Вот, и наша работа немножко не позволяет воду купить. Ну, я понял, надо трезвый ум, это всегда важно, согласен, согласен. Тогда можно шампусика, так сказать, чтобы выветрилось побыстрее. Шампусика, да? Сейчас тогда у нас где-то тут бутылочка завалялась. Не помнишь, где оно здесь бутылочка? Сейчас на взлёт пойдёт, да, походу? Походу. Слушайте, ну у вас хороший такой лайнер, конечно, не укачивают даже пока что. Я обычно просто это, знаете, ну не могу сдержаться, у меня такая рвотная рефлексия, я прошу прощения за подробности, но я думаю, что всё хорошо будет. У вас там слева пакетик. А, вижу, вижу, вижу. Да, что делаете? Не, не, пока нормально, пока держусь. Держитесь. Хорошо, хорошо. Ох, 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 ох. Я плохо. Не, не, нормально, нормально, держусь, держусь, держусь. Сейчас, держусь. Сейчас, держусь. Всё, фух, фух, всё, держался. В себя, в себя, всё в себя. А знаете, а мы привыкли, кстати, вот первый раз, когда взлетал, примерно со мной тоже самое. А вы вообще, то есть раньше летали на самолете, нет? Да, 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 конечно, конечно, летал. Не, у меня просто вот такое бывает, как бы я стюардесс всегда предупреждаю, что если я там заблюю что-то, ну, как бы потом заплачу. Ну, деньги не проблема, как говорится. Ну, понятно, да? Так, а смотрите, а где вообще, то есть вот, где работали раньше здесь в штате? То есть сколько вы тоже в штате здесь находите? Так, сколько, сколько, ой, подсчитать, подсчитать надо. Сейчас у меня это немножко, чуть попозже подсчитаю, просто голова немножко закружилась. Занимался, занимался, да, в принципе, начинал, как и все. Сначала устроился там в таксопарк, так сказать, зарабатывал на жизнь, ну, по мелочи, то да сё. А, не, прошу прощения, настроечки немножечко отработал еще, да. Вот, ну, по контракту там, да, отработал. Потом пошел в таксопарк, вот. А потом как-то что-то то одно, то другое. Решил уже как-то заняться чем-то таким более интересным. Я в прошлом был мясником, вот Дэнни тоже знает эту историю. Вот, и как раз услышал, что в штате появилась, так сказать, ферма. Мясническая. Ну, вы поняли, короче. Вот, ну, я, короче, ну, такая, ну, там, как бы, ну, как бы, ребята, мясо рубили, вот. И, как бы, ну, такая была. Может, слышали недавно, там, месяц назад, может. Не слышали? Так, да, да, конечно, то есть, что-то припоминаешь, что-то было месяц назад. Вот, и знаете, вот я сам, то есть, официальный русский представитель, русский посол. Вот, мне тоже не последний человек в этом штате, вот. И у нас есть вот там определенная, то есть, работа, мы промышляем здесь вот российским бизнесом на территории вот Соединенных Штатов. Также вот здесь вот ребятам, мы там, с визами помогаем, там, ну, и ребятам русским помогаем. Вот, а я так понимаю, вы чистокровный русский, да? Да, 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 чистокровный русский, вот, как бы, прилетел в штат, кстати, вспомнил, 6 лет назад, 6 лет уже вот здесь обитаю. О, нормально, кстати, нормально. Вот, ну, потихонечку, да, потихонечку. Что еще раз? Я вот здесь вот уже 30-й год живу. 30-й год. Да. Эх, прожить бы мне еще столько. Ваша молодость мне по венам, как говорится, народная пословица русская. Ну, ладно, это, конечно, все смешно и смешно. Это как уходить. Давайте поговорим немножечко о работе. Так. Мне вас представила... Красота без ремня. Сказал, что вы надежный человек, на вас можно положиться в случае чего. У нас есть для вас работа. Она, в принципе, не сложная, но ее нужно выполнить. Возьмитесь. Я, знаете ли, вот сейчас вот голова немножечко, конечно, чумная от таких событий. Как бы вот решил старому другу набрать, а тут как бы такие серьезные люди. Я, знаете ли, весьма смущенно себя чувствую, когда серьезные люди как бы. Поэтому, может быть, мы как-то, знаете, диалог упростим. Не будем так официально разговаривать. Ну, как бы, вроде все свои. Тем более и корни у нас русские. Своим языком, если говорить, то, конечно, конечно, любое дело. И Дэнни, вот, Дэнни, Дэнни подскажет, расскажет вам, если что, какую-то более подробную информацию. Что я... Ну, вы, смотрите, я вам стаканчик вот подвинул, вы выпьете. Да, 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 я, наверное, выпью, как бы, все-таки, ну, понимаете, да, как бы, люди серьезные вокруг. Не хочется тоже себя, Иваночка, Иванушка дурачком, это самое, ощущать. Так, подвинул стаканчик. Ну, смотрите, у нас, знаете, у нас, в таком-то понимании, у нас время, деньги. И, то есть, мы совмещаем приятное с полезным, поэтому, как бы, чтобы покушать, нужно поработать. Вот, и, то есть, в любом случае, нужно сейчас будет выполнить одну несложную работку для нас, чтобы мы дальше уже смотрели, то есть, на вас, как уже, то есть, на надежного человека. То есть, вот, мне лично посоветовал Дэнни вас, и, то есть, я надеюсь, то есть, у меня вот эта работа горит, нужно ее выполнить. Вот, я надеюсь, что вы ее сможете выполнить в срок. Вот, сейчас мы прилетим в одно место, в один наш запрошенный аэропорт, там у нас будут меня ждать некоторые люди, вот, которые, то есть, вам передадут определенные посылочки. Я вам также, я вам также выдам GPS, вот, и вы должны будете приехать на одно место, вот, и, то есть, отвезти две сумки. Стравитесь? Вообще без каких-либо проблем. Вот, знаете, ваше содержимое в стакане, это шампусик же, да? Да, шампусик. Шампусик прям зашел на ура, знаете, вот, раскрепостил меня. Да, конечно, вообще без базара, как говорится. Любое дело вообще сейчас вот так вот, просто вот, по щелчку пальцев просто. Советское шампанское просто. Русское. Ага, еще с тех времен, да? Но оно хорошее, хорошее. А может, пилота угостим или нет? Не-не. Пилота не балудится. То есть, если меня угостить, я чувствую, мы долетим не до туда, куда надо. Так, может, в Москву, родную столицу нашу, нет? Так мы заправили там всего ничего, мне кажется, не долетим. Ну, понял, понял. Ну, и как бы, ну, как бы, понимаете, там, там свои люди в Москве, а мы тут, как бы, мы тут уже прижились, все знакомые, все нас, все знают. Бля, охуенно, безусловно. Вот. И, как бы, не особо есть желание, конечно, возвращаться, то есть, обратно в Россию. Вот. Ну, хотя и представитель России, но у меня особо не желание возразиться с Россией. Ну, понял. Ну, как бы, да, тут уже, как бы, дела идут, зачем, как бы, вспоминать прошлое, воротить, правильно? Ну, в общем, да, после стаканчика разговор пошел, поэтому, как я и сказал, любое дело не подведу. Вот. Ох, какой крутой вираж мы сейчас закинули. Да, любое дело, как бы, вообще, без проблем. Без проблем. Ну, тогда пристегнитесь, все за полную посадку. Так, хорошо. Что там, пристегнулся надо? Пристегнул ремни. Блядь. Что-то стрёмно. Ох. Слушайте, ну, у вас первоклассный пилот, конечно. Мягенько, мягенько сели. Да, да, да. Это профессионал. Ну, что, пацаны, нашел Вилара, называется, да, на самолете полетал первый раз, бля, пиздец. А сколько, кстати, мест в нем? То есть, типа, у нас сейчас максимально, да, посадочных мест получается? То есть, можно летать в пятером, да, на частном самолете. Блядь. Ну, еще, как бы, в ГТА-5РП я не летал. Так, ну что, отстегиваться можно, да? Я думаю, можно, да, высаживаться. Отстегнул. Ремни безопасности. Так, все. Ох, хорошо как. Блин, за городом, вот знаете, что мне всегда нравится? Воздух чистый такой. Да, тут приятно. Здесь еще раз все-таки. Так, давайте тогда сейчас выходим. Сейчас, мне немножечко. Засну. Взаимно, взаимно, Марк. Ох, окей. Дэнни, ну ты, блин, всегда модником был, конечно, всю жизнь. Как я помню. Ну, кроссы у тебя, конечно, блин, сияют. Так, Александр, смотрите. Блядь, что там стволы уже перезаряжают. Есть такая, получается, вот, как я говорил, у нас есть посылочки. Так. Я только что принял предложение уступить русскую мафию, блядь. Что? Я вообще думал. Можно брать, да? Вот тут люди кинули сумочки. Убираем сумочки. Только они тяжелые. Ох, блин. Тяжелые, да, и очень ценные. Ох. Нормально, нормально, не такое таскали. Так. Что такое-то? Что такое-то? Что-то контрабанды. Два с... Так, ой, сейчас, секундочку. Выкинуть, только выкинуть могу. Смотрите. Блядь. Сейчас я вам передам GPS. Там автобус какой-то стоит. Мне что-то не нравится это, если честно. Блядь, а что, типа, контрабанды... Что это? Ну, типа, я только могу это выкинуть. Два с половиной килограмма каждую, это, самая херня. Типа, я реально должен... Это, типа, как... Чем занимается реально мафия в GTA 5 RP? Находится так. В заднем кармане. Это он, типа, ну, чисто по РП, да? Надо играть, что GPS у меня сейчас отдаст. Фух. Знаете, вот... Вот, вот... Не капли волнения и сомнения, что я выполню эту работу. Всем похуй, я понял. Так, ладно. Ладно, подождите, 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 подождите. То есть... Понимаете, что сейчас произошло? Я только что, блядь, вступил в русскую мафию. Хотя, блядь, вообще... Понятия пока не имею, что нужно там делать. Достал GPS из заднего канала. Так. Взял... Так, GPS. Смотрите. Приемник. Можете, пожалуйста, открыть ваш GPS, который вам показал? Так. Так. Открыл. У вас там на карте отмечены такие белые, скажем так, квадратики, крестики. Как это, так понимаю, карту надо открыть? Увидели? Так, 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 да, 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 вижу, вижу. Вот, смотрите, смотрите. Вот у нас здесь вот неподалеку, там есть вот 5 из 9 на GPS приемнике. Секунду, так, сейчас. 5. Да, надо, вижу. Вот, смотрите. Вот вам машина. Ух ты. Сейчас, сейчас еще передам ключи. Уля, никуда, все.